Девушки отдыхают Томасины Пинап не только образ жизни, но и работа. Она профессиональная модель в стиле 50-х. Все вот эти девушки, которые мы видим в этой книге, они были вдохновлением мужчин, они были героинями открыток, которые отправляли на фронт военным в Америке. Стиль Пинап зародился в начале 20 века, когда для рекламы и календарей начали использовать нарисованных красавиц. Самым продуктивным художником этого яркого стиля стал американец Джил Элфгрен. Он рисовал девушек-соседок, застегнутых врасплох. Слово Пинап переводится как «прикалывать». Это не случайность. Водители-дальнобойщики прикалывали рисунки девушек в кабину грузовиков. Девушка в стиле Пинап сочетает в себе лучшие качества дерзости и женственности. Красная помада – ее главное оружие. А сейчас эксперимент. Корреспондент повседневной офисной одежды превращается в Пинап-девушку. Без идеально уложенных волос ни одна из представительниц яркого стиля даже из дома не выйдет. Характерной чертой прически в стиле Пинап являются романтичные кудряшки, плюс это какие-нибудь завитки, букли, объемные челки закрученные. Также очень приветствуются аксессуары в прическу. Они прям любили делать всякие повязки, цветы. В общем, все, что только девчачье, красивое, женственное. Девушки Пинап предпочитают все самые сочные и яркие цвета, как в одежде, так и на губах. Это все оттенки красного и розового. Чтобы не выглядеть вульгарно, модели Пинап знают несколько хитрых правил. Цвет лица должен смотреться натурально, а глаза – игриво. Для этого рисуются стрелки. Тени наносятся лишь слегка. Бровки домиком подчеркивают задорный характер. Одной из ярчайших представительниц Пинапа была несравненная Мерлин Монро. Это был конец 1944 года. Норме джин предложили позировать для открыток, предназначенных для военных. Будущее Монро согласилось. Стиль Пинап сделал из меня девушку 60-х годов. Так и хочется принять известную позу Мерлин Монро и сделать пупупиду. Субтитры создавал DimaTorzok